Молдова одна из самых бедных стран Европы. Мои поздравления, коллеги. Главную новость недели вы уже знаете. Евросовет, вопреки нашим опасениям, все же решил начать переговоры о вступлении с Молдовой и Украиной. Европейским лидерам удалось сломить сопротивление Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан во время голосования по этим вопросам просто вышел из зала. Этого оказалось достаточно для того, чтобы решение считалось принятым. О начале переговоров мы еще поговорим, но сперва к другим международным новостям. Владимир Путин во время своей прямой линии, первой сначала полномасштабного вторжения в Украину, снова помянул Молдову в Суе. Его спросили, что он думает о намерении Молдовы выйти из СНГ. Он ответил. Так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса. Ну, значит, таков выбор молдавского руководства. Дальше последовали привычные тезисы про то, что Россия поставляет в Молдову энергоносители по сниженным ценам, а еще что молдавскую сельхозпродукцию в ЕС никто не ждет. Вспомнил Путин и о том, что Молдова одна из беднейших стран Европы. Владимир Владимирович со своими тезисами такое ощущение застрял где-то в середине нулевых. Давайте по порядку. Во-первых, про бедность. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Да, Молдова одна из беднейших в Европе. Но тут есть одно но. Да будет известно российскому президенту, что средняя зарплата в Молдове выше, чем в половине регионов России. И только незначительно уступает средней российской зарплате. А если тенденция падения рубля сохранится, то зарплата в России будет ниже молдавской уже в очень близкой перспективе. Во-вторых, Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Экспорт молдавской сельхозпродукции в России как раз снижается, а за два года войны из-за логистических трудностей упал кратно. Молдавские производители переориентируются на другие рынки. Часто это происходит небезболезненно. Особенно для тех, кто выращивает фрукты и привык возить их в Россию. Но я напомню, в середине нулевых российская винная эмбарго заставила производителей вина переориентироваться на европейские рынки и работать над качеством. Это дало мощный толчок винодельской отрасли. Хоть и было больно. Так вот, с фруктами будет то же самое. Молдавские садоводы просто вынуждены будут найти альтернативу. И, в-третьих, про газ. Ну, если беднейшая страна Европы получает нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам. Никакого российского газа по сниженным ценам в Молдове давно нет. Большая часть страны у Газпрома ничего не покупает, а российский газ поставляется только в Приднестровье. И не по каким-нибудь низким ценам, как говорит Путин, а бесплатно. И нет, большой любви к людям, которые там живут, а для сохранения собственного влияния на регион и на всю нашу страну. Но и эта схема может скоро оборваться. Потому что в следующем году газовая кнопка запуска реинтеграции Приднестровья, похоже, переезжает в Киев. Еще на прошлой неделе глава Молдова ГАЗ Вадим Чабан сделал заявление, на которое в стране почти никто не обратил внимания. Зато его заметили и обсудили за рубежом. Он сказал, что Молдова ГАЗ может самостоятельно организовать транзит газа через Украину в Приднестровье в 2025 году, когда истечет транзитный контракт России и Украине. То есть Вадим Чабан озвучил самую вероятную схему продолжения поставок бесплатного газа в Приднестровье. Когда договариваться за транзит с Киевом будет не Газпром, а Молдова ГАЗ. А Приднестровье через тот же Молдова ГАЗ будет оплачивать стоимость этого транзита по территории Украины. Зачем это Москве? Понятно. Они хотят сохранить свое влияние на Приднестровье и всю Молдову. Зачем Кишиневу? Тоже вроде как понятно. Нынешняя молдавская власть во главе с Санду не хочет решения Приднестровского вопроса в ближайшей перспективе. В следующем году в Молдове президентские выборы, еще через год парламентские. Никто в Кишиневе не готов во время предыборной кампании заниматься вопросами реинтеграции. Да еще и бить население тарифным шокером альтернативной электроэнергии. Но вот насколько с таким подходом согласны в Киеве, это большой вопрос. Там ведь могут перекрыть вентиль для Приднестровья вовсе или обложить российский газ дополнительными пошлинами на транзит. Или придумать еще что. Чтобы не решили, в украинской столице вес и влияние Киева в Приднестровском регулировании будут расти. И даже если в угоду кишиневскому партнеру Майя Санду Киев согласится продолжить транзит газа на озвученных условиях, то это совсем не означает, что так будет продолжаться вечно. Ну а теперь давайте немного поговорим о делах домашних. Начнем с главной неожиданности недели. Апелляционная палата Кишинева, кто бы мог подумать, аннулировала решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии партии шанс с местных выборов. Решение это вполне ожидаемое. Сложно найти разумного и более-менее объективного юриста, который решил бы иначе. Напомню, в постановлении парламента о продлении чрезвычайного положения прямо сказано, что оно никак не должно влиять на выборный процесс. Этим положением пренебрегла комиссия по ЧС под руководством Дарина Ричана. Но на самом деле, судьи апелляционной палаты постарались сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. В решении суда говорится, что постановление комиссии отменяется не с даты его принятия, то есть с 3 ноября, а с момента вынесения решения суда, то есть с 12 декабря. Это сильно осложняет, а то и вовсе делает невозможным обжалование шансам результатов местных выборов. С одной стороны, вроде как и по закону, но без серьезных последствий. Но решение суда вызвало какую-то абсолютно неадекватную реакцию власти. Дарин Ричан обвинил судей АП в том, что они мешают властям бороться с преступными группами, которые финансирует Кремль. А потом еще и добавил. Именно так и выходит господин премьер. Только виноваты в этом не судьи, а госструктуры, в том числе подчиненные лично вам. Странно, что для того, чтобы Дарин Ричан дошел до этой мысли, судям пришлось принимать очевидное с точки зрения законной решения. Критики судей подключился и спикер парламента Игорь Гросу. Прин aceаста децизия раман инкодата конвинс, как нам рассказывал сам Ричан задокументировали все это тысячи сотрудников правоохранительных органов. Прин 5.000 человек встали в целую страну, 처럼 все документе. Но вот, где результат всего этого документирования? Почему тогда ничего не предприняли сил, МВД, прокуратура? Почему они все смотрели? Почему необходимо снимать шансы за незаконным решением Комиссии по чрезвычайному ситуации? Потому что по закону не смогли, решили не по закону, а теперь делают круглые глаза. Ассоциация судей Молдовы и Высший совет магистратуры уже призвали Речина и Гроссу воздержаться от навешивания ярлыков на суде и вмешательства в правосудие. Мы помним, что молдавская судебная система отнюдь не идеальна. На ее очищение ПАС на парламентских выборах получила своего рода мандат от граждан. Это тоже правда. Только вот подобные неаккуратные выпады только дискредитируют самих очистителей. И позволяют судьям обвинить власти в попытке свести счеты с неугодными. И так с вейтингами и привейтингом все идет не так гладко, как хотелось бы. Еще одна скандальная и не очень популярная история. Минздрав решил объединить дерматологическую больницу и инфекционную больницу имени Томачер. Врачи обоих медучреждений уже провели пикет в центре Кишинева. Они выступают категорически против этого слияния. Министр здравоохранения Алани Миренко, комментируя протест, сказала, что ей могло бы быть стыдно за марш медработников, однако ей очень стыдно за условия, в которых они работают и которые предлагают пациентам. Подкрепив этот тезис постом с фотографиями условий в санузлах и отделениях больницы Томачерба. Информацию о намерении министерства приватизировать земли инфекционной больницы имени Томачерба Немиренко назвала вымышленной. Справедливости ради стоит сказать, что нынешняя власть не первая, кто хочет закрыть больницу. Это уже третья такая попытка. Первые две были в 2008 и 2016 годах. В обоих случаях коллектив больницы отстаивал свое место работы. Посмотрим, выйдет ли в этот раз. Теперь новость из моей любимой Гагаузии. Депутаты тамошнего народного собрания приостановили участие в работе совместной парламентской рабочей группы по Гагаузии. Они не первый раз собирались это сделать и, наконец, решились. И тут остается только гадать. Поводом стало отсутствие нормального диалога с центральной властью и недавнее решение парламента перекладывание бремени возврата НДС на местный бюджет. Либо есть еще какие-то неназванные публично причины. Если в целом проблема взаимоотношения автономии с центром очень проста. Получивший там пост Башкана Шор пытается закрепиться в регионе, используя Гагаузию как свой электоральный плацдар. С этим пытаются бороться как могут центральные власти, периодически наказывая за такой выбор всю Гагаузию и отказываясь включать, например, Башкана Гуцул в состав правительства, как того требует законодательство. В этом противостоянии собственную выгоду пытаются выловить местные гагаузские элиты, представленные в основном депутатами Народного собрания, которые еще не присягнули на верность Шору окончательно. Кто тут виноват? Да, примерно все. Шор, понятно, это политическая структура, паразитирующая на наших бедах и уязвимостях. Центральные власти виноваты в том, что периодически воюют не с Шором, а с гагаузской автономией, настраивая против себя ее жителей. Значительная часть депутатов НСГ страдает тем, что готова что угодно променять на подачке от Шора или еще кого-то. Но по сравнению с главной новостью недели, все, о чем я говорил, это мелочи. Европейский Совет, как я уже говорил, все же смог принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой. Хотя интрига сохранялась до последнего. Как вы наверняка знаете, принять решение о начале переговоров с Украиной мешала позиция Венгрии. Точнее, ее премьера Виктора Орбана. Против переговоров с Молдовой Будапешт при этом не выступал, как заверил нас накануне саммита глава венгерского мира. Но открывать переговоры с Молдовой без Украины были не согласны уже другие члены ЕС. Такое вот было уравнение. Перед самим саммитом Еврокомиссия разблокировала финансовую помощь для Венгрии, что, вероятно, смягчило позицию Орбана. Мы до конца не знаем, это стало решающим фактором, который помог преодолеть венгерское сопротивление или есть еще что-то. В видео, опубликованном в Facebook сразу после объявленного решения, Виктор Орбан повторил свою позицию о том, что Украина не готова, мол, начать переговоры о вступлении в ЕС, заявив, что в Венгрии, мол, осталось вот этого решения в стороне. Осталось, но не мешало. Факт остается фактом. Ускоренное и вполне триумфальное движение Украины и Молдовы в ЕС продолжается. Это хороший знак. И для наших стран, и для всей Европы, которая смогла в очередной раз показать, что Украина не останется один на один с агрессором. Внутри страны этот внешнеполитический успех, конечно, усилит позиции сам. Но вот молдавскому президенту, чтобы въехать в предвыборную кампанию на коне, придется насоздавать еще каких-то запоминающихся инфоповодов. До конца следующего года эффекта от открытия переговоров точно не хватит. Ну а что до, собственно, процесса евроинтеграции, то теперь обе страны прошли почти все формальности начального этапа. Дальше придется долгая и непростая бюрократическая работа по внедрению европейского законодательства и, что самое главное, по интеграции в единый рынок ЕС и долгожданному экономическому развитию. Если до этого момента мы могли выезжать то на героическом сопротивлении украинцев, то на политической воле лидеров ЕС, теперь только hard work даст результат. Подарков судьбы больше не будет. Для скептиков еще раз напомню, интеграция в ЕС может и не единственный, как нас уверяет Майя Санду, но точно самый быстрый и доступный путь изменить нашу страну к лучшему. А пока мы еще не начали переговариваться с ЕС, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш телеграм и фейсбук, если вы еще этого не сделали. Еще нас можно поддержать на патреоне, все подсказки будут тут под видео. До встречи.